МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По версии следствия, 21 декабря пьяные подозреваемые на машине подъехали к дому 83-летней жительницы Кимр. Мужчины вошли в дом, а их приятельница осталась в автомашине и наблюдала за окружающей обстановкой. Скрыв лица за медицинскими масками, надев на руки хозяйственные перчатки, злоумышленники взломали дверь и стали избивать несчастную пенсионерку, требуя от нее деньги и ценности. Испуганная женщина передала подонкам золотые сережки и имевшиеся в доме 5 тысяч рублей. Получив эти сокровища, нападавшие скрылись, а бабушка от полученных травм скончалась на месте. В ходе расследования, в результате проведенного следователями-криминалистами Следственного комитета во взаимодействии с сотрудниками полиции комплекса следственных действий и оперативных мероприятий, в кратчайшие сроки злоумышленники были установлены и задержаны. Проведенными первоначальными следственными действиями восстановлена вся картина произошедшего, а также роль каждого из фигурантов. В ближайшее время подозреваемым будет предъявлено обвинение. В ходе предварительного расследования следователями СК России проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося и мотивов, сбор и закрепление доказательственной базы. В Твери на улице Спартака автомобиль «Лада Гранта» на перекрестке не предоставил преимущества «Рено». Произошло столкновение. Пострадал один человек. На пересечении проспекта Ленина и улицы Марш-Лабуденного в Твери автомобиль «Рено Логан», за рулем которого находился таксист, сбил двух пешеходов. Пострадали мужчина и женщина. Пешеходы отделались ушибами. Редактор субтитров А.Семкин